На открытии конференции выступил Игорь Гуреев, председатель Думы Верхнесалдинского городского округа. Он выразил намерение от администрации уделять повышенное внимание городской системе образования в новом учебном году, в том числе оказывать поддержку юным салдинцам, прошедшим обучение в образовательном центре «Золотое сечение». На проекте по комплексному развитию города, который придумали школьники, остановила свое внимание и Марина Сафронова, начальник отдела по оценке и развитию персонала в СМПО. Мы сделали свод анализ, не каждый специалист и взрослый знает, что это такое. По территории выявили причины, которые угрожают вообще нашему населению, предложили несколько треков по развитию. Удивительно, что один из них они транслировали как индивидуальные траектории развития. Вот к этому следует прислушаться. В своем докладе Александр Золотарев, начальник управления образования, рассказал о нехватке педагогов-предметников в школах, а также отметил, что средний возраст педагогов составляет 49 лет, а 25 учителей достигли возраста свыше 65 лет. На этом фоне позитивно прозвучала новость о приеме в образовательные учреждения Верхней Салды 10 молодых специалистов, троих воспитателей детских садов, пятерых учителей начальных классов и двоих педагогов-предметников. С докладом о роли родителей в образовательном процессе выступила Надежда Евдокимова, председатель городского родительского комитета. Родители в соответствии с законом об образовании являются полноценными участниками образовательного процесса. И считается, что одним из условий нормального развития ребенка является сотрудничество педагогов с родителями и родителей с педагогами. С целью поиска, создания и внедрения лучших практик взаимодействия родителей, педагогов, детей для развития и воспитания личности, создан и эффективно работает городской родительский комитет. В состав комитета входит 25 родителей из разных школ нашего города. В своем выступлении Надежда Евдокимова также рассказала о результатах работы городского родительского комитета, который курирует целый ряд вопросов, касающихся школьной жизни детей. Продолжение следует...